Это открытая студия Федерал Пресс. В эти дни работаем в ОФЕ в рамках координационного совещания с министрами экономического развития регионов России. И в нашей студии Лев Николаевич Решетников, министр экономического развития Новосибирской области. Добрый день. Ну вот в рамках этого координационного совещания уже прозвучали некоторые итоги этого года промежуточное время разбить их на части и проговорить там по каждому региону. С какими итогами Новосибирская область заканчивает экономически на 2023 год? Что в наибольшей степени не порадовало? Что в наибольшей степени было болезненным в этом году? Ну если подводить итоги по Новосибирской области, глобально мы ожидаем рост экономики на уровне 2,5-3%. Примерно так. Это главный наш показатель вала в региональный продукт, если и мерить рост экономики. В целом практически большинство показателей социально-экономического развития у нас в зеленой зоне и по многим выше среднероссийских темпов. В целом неплохо заканчиваем год. Да, есть определенные сложности. Есть определенные сложности из-за ухода иностранных инвесторов, но я думаю, что мы этот вопрос переживем. Есть определенные сложности с рынком труда, как и в целом у нас в стране. Ну вот таких каких-то особенных историй нет. Но безусловно позитивная тенденция, что доходы населения начали расти, зарплаты начали расти. Да, как бы это очень позитивный факт. Можно сказать, что реальные доходы граждан и зарплаты начали расти, в том числе из-за того, что мы испытываем определенный дисбаланс на рынке труда и дефицит кадров. И это в свою очередь, я так понимаю, подталкивает и инфляцию тоже. Вот как с этим обстоят дела в Новосибирской области? Как вы решаете этот вопрос? Ну и боретесь за человеческий капитал? Ну это сегодня человеческий капитал, вопрос кадровый. Для всех регионов, даже Новосибирск, это столица Сибири, административный центр и крупнейшая агломерация. Но даже мы испытываем дефицит, потому что у нас есть не секрет, что лучшие у нас уезжают в Москву. При этом мы собираем лучших по Сибири, да, лучшего мы. И как бы все равно чувствуем, ну, в целом, если говорить отдельно, да, инфляция есть, но, скажем, она сегодня в таких приемлемых, да, как и в целом в стране. У нас она чуть ниже, чем по стране. Она в приемлемых нормах. Хотел бы отметить, что при экономическом росте инфляция это нормально, да, не нужно бояться инфляцию, да, как бы, то есть она в определенных параметрах, да, как бы, даже порой необходима. Но мы видим, что как раз дефицит кадров подтолкнул к тому, что зарплаты начали расти, да, доходы населения начали расти, о чем мы много лет говорили, о чем мы много лет добивались. Я думаю, вот сегодня тоже на площадке у нас Максим Анатольевич Топилин, да, тоже говорил, я думаю, что не стоит, да, вот сейчас, скажем так, бояться вот этой ситуации. У нас происходят структурные изменения в экономике, в рынке труда, и сама структура экономики меняется. Надо повышать производительность, надо убирать неэффективные отрасли, где малой производительности, переобучать, переквалифицировать и переводить людей в более рентабельные, эффективные сектора. И я думаю, что это позитивно, и в итоге, да, все-таки должно закончиться, моим ощущением, достаточно позитивно, прежде всего с точки зрения доходов для населения. Ну, то есть, проблему кадрового дефицита можно решить в том числе не только с помощью подготовки и переподготовки людей для определенных отраслей, но и имея уже текущий кадровый состав, просто оптимизируя производственные процессы. Правильно я понимаю? Ну, скажем так, да, в том числе оптимизируя производственный процесс, если мы говорим о производительности труда, повысив выработку на конкретном предприятии, где-то применить старые советские технологии бережливого производства. Но если мы говорим все-таки про конкуренцию за кадров, здесь вот я бы сказал, сегодня Новосибирская область каждый год примерно плюс там 10 тысяч приезжают. Это самый большой, всего в Сибири два региона, это Красноярск и Новосибирск. Красноярск там за прошлый год тысяча приехало, 998 человек, а в Новосибирск 10 тысяч. Приезжают, чтобы остаться? Да. То есть, ну, это с учетом там миграции мерят, да, там продолжительные шести месяцев, условно говоря. И почему? Прежде всего, это инфраструктура и качество жизни. И мы сегодня конкурируем за кадры, развивая инфраструктуру. Мы, очень большая стройка идет, да, там за последние годы сотни объектов построены, социальная инфраструктура. Сейчас 170 объектов продолжает свое строительство. То есть, мы хотим дать Новосибирской области лучшее качество жизни и возможности для развития людей, да. То есть, ну, Новосибирск, он образ такого молоденького города, ему 130 лет, он за свои 130 лет обогнал своих уважаемых в таком преклонном возрасте где-то соседей, да, как бы, и он такой образ динамичного инновационного региона. И мы сегодня, безусловно, для тебя именно так и мыслим, и стараемся вот именно за счет качества жизни конкурировать за людей. А прежде всего, с кем конкурируете? С Москвой? Да. Ну, мы, скажем так, ну, у нас, конечно, основная задача. Мы, основной для нас приток миграции, это соседние регионы, плюс страны СНГ, большой приток миграции, да. Но также есть и отток. Отток, безусловно, в Москву, да, как бы, то есть, и наша задача сегодня, прежде всего, не столько расширить приток, да, сколько... Остановить отток. И показать, что, ребят, ну, у нас тоже есть, да, как бы, сегодня и современные жилые комплексы, да, и технопарки, индустриальные парки, и новые заводы строятся, да, и интересные рабочие места, и семьи строятся новые. Ведь завод новый, это не просто, да, там, какое-то предприятие, где работает станок. Прежде всего, завод новый, это новые семьи, новые люди, у которых нормальная зарплата, нормальная работа. Они начинают жить просто другой жизнью. Вот в этом и заключается изменение. Про новые заводы. Какими яркими инвестиционными проектами запомнится вам 2023 год? И есть ли планы на 2024 примерно по таким же проектам? Ну, начнем с весны 2023 года. Мы открыли новый терминал аэропорта Толмачева в Новосибирске. Это современный большой терминал. Инвестиционная программа до 2030 года 60 миллиардов. Если не были в Новосибирске, приглашаю. У нас красивейший аэропорт теперь, да, внутри него интересная архитектура, колонна, напоминающая пропеллеры, да, стоит самолет, да, образец Алексея Ивановича Покрышкина, который у нас знаменитый летчик. И, конечно, первый проект этот аэропорт Толмачева, кстати, проект СЗПК, соглашение о защите и прищрении капиталовложения. Второй, я бы отметил это буквально недавно осенью, и такие стратегические, интересные глобальные проекты НЗАУ, это открытие Новосибирского транспортного логистического терминала. Это контейнерный терминал, который обеспечивает новую логистику до Китая. И это контейнерные перевозки в Китай, и это сегодня острейшая проблема. Сибирь может много что произвести, но у нас сегодня основная проблема, как все вывести, все, что мы произвели, да. И этот проект он стратегический, 13,5 миллиардов рублей. И здесь стоит отметить, что уже начинают звонить инвесторы, просить землю вокруг этого терминала, чтобы поставить свое предприятие рядом. Мы планируем, вот буду сейчас на следующей сессии Максиму Геннадьевичу догладывать, что планируем создавать особую экономическую зону рядом с этим терминалом. Планируем в феврале заявку в Минкомразвитии России направить. Можно ли уже посчитать какой-то промежуточный мультипликативный эффект, может быть, вот от этих запущенных крупных инвестиционных проектов на данный момент? Знаете, как вообще мы считаем эффект от инвестиций? Ну вот я так, может быть, удельно скажу. Ну вот пришел инвестор, условно говоря, у нас там по году примерно там 330 миллиардов в год инвестиций. Первое, что мы получили сразу, да, это в виде налогов примерно 8% сразу на этапе стройки уходит региональный бюджет, да, как бы. То есть это достаточно существенно, это на уровне там 30 миллиардов мы бюджет только получаем сразу на этапе стройки. Затем это несколько тысяч, да, рабочих мест, да, там в пределах там 2-3 тысяч рабочих мест создается на предприятии. Это сразу темп уровня заработной платы повышается, потому что новый проект надо показать сразу, заманить людей прежде всего, и в том числе и зарплатой, да, как бы, который тянет все социально-экономические показатели. Ну вот, наверное, вот и налоги, зарплата, рабочие места, основные вот удельные истории. Ну вот, с учетом планов по открытию новой экономической зоны, я так понимаю, развитию площадок для других инвестиционных проектов, удается ли своевременно воспользоваться инфраструктурными кредитами? Если да, то вот в каком объеме сегодня это происходит в Новосибирской области? И есть ли необходимость увеличивать этот объем? Ну, вот то, что сегодня правительство Российской Федерации дает инфраструктурное меню, я, честно говоря, ну, мне сложно переоценить. У нас сегодня глобальная проблема, вот Максим Геннадьевич часто говорил сейчас на заседании, экономика предложения. Что такое экономика предложения? Это когда создаются новые предприятия и конкурируют между собой, и уже не тот, кто покупает, да, грубо говоря, не тот, кто продает, да, диктует условия, да, а тот, кто покупает, выбирая, да, и появляется конкуренция, и в целом качество экономики растет. И чтобы создать экономику предложений, нам нужны инвестиции. А чтобы стимулировать инвестиции, прежде всего нашим инвесторам нужна земля и инфраструктура, это главнейшая сегодня задача. И представляете, мы получаем первую программу 17.04, да, где мы можем 16 миллиардов федеральных кредитов не отдать Минфин России, а направить на инфраструктуру для инвестиционных проектов. Конечно, мы просто с удивлением, да, экономический блок воспринял, когда поддержал финансовый блок региональный с еще большим удивлением. Мы просто взяли и 16 миллиардов распределили по индустриальным паркам, закрыли Новосибирск с юга, запада, с востока новыми логистическими индустриальными парками, да, для, ну, по сути, у нас, представляете, 31 новый инвестиционный проект на 154 миллиарда, около 15 тысяч рабочих мест, 30 миллиарда федеральных и региональных налогов, примерно, по 15. Мы не просто вернем в Москву новыми налогами эти деньги, мы еще и себе оставим налоги, предприятия и рабочие места. То есть это, ну, это действительно то, что сегодня нам нужно, это действительно рабочий полезный инструмент. Плюс ИБК, инфраструктурные бюджетные кредиты у нас 86 миллиардов, тоже направлены все в проекты. Инфраструктурные облигации 3,5 миллиарда тоже. Мы сегодня пользуемся всеми инструментами, которые он нам дает. Вот в этом как раз вопросе их много не бывает. Ну, еще раз скажу, если бы не вот эти программы, мы бы, ну, несложно представить, когда бы мы там удвоили технопарк Новосибирского академгородка, мы сегодня его удвоим. И частные инвестиции инновационных компаний привлечем. Как механизмы ГЧП двигаются в Новосибирске? Механизмы, вы знаете, механизмы ГЧП, это отличный инструмент, это просто инструмент, да, но, к сожалению, у нас в Новосибирской области он немножко дискредитирован крупнейшими проектами. Не все просто идет, ну, строительством моста, там, строительством поликлиник, да, то есть мы должны были давно ввести, да, много было проблем, там, санкции в том числе повлияли, был ковидный период. Но, в целом, скажем так, стройка больших проектов ГЧП у нас, к сожалению, не так быстро, да, идет, как хотелось бы, но мы однозначно все завершим. Другие какие-то проекты поменьше идут, да, нормально, в целом, скажем так, какие-то глобальные региональные проекты, где большие, да, стройки, наверное, есть пробуксовки, ну, тут и в целом стройка, понимаете, перегружена, столько денег пришло, национальные проекты, да, государство начало вкладываться в экономику. И бизнес просто не может сегодня переварить все эти огромные бюджетные инвестиции, реально, то есть нужно время на перестройку, но я уверен, что все проекты мы большие все-таки ГЧП закончим, все небольшие проекты ГЧП, слава богу, идут хорошо, мы верим. Ну, при текущей ключевой ставке, как бы, да, то есть мы понятно, что ищем разные варианты, да, в том числе там и государство частное партнерство, работаем. Нужно привыкнуть, во-первых, да, во-вторых, найти силу и реализовать все это, инструменты есть, я так понимаю. Спасибо. В нашей студии был Лев Николаевич Решетник, как министр экономического развития Новосибирской области. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...